Деяние святых апостолов Восемнадцатая глава, читаю с четвертого стиха. Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждай иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряжший одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. «Крипс же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». Тема моей проповеди «Не бойся, говори и не умолкай». Говорить Слово, когда тебе противятся, сопротивляются, наверное, не так легко. Но такое было всегда, и такое, братья, будет. Найдутся люди, которые будут слушать Слово Господне, но будут и те, которые будут противиться. Таких примеров в Библии немало. Апостол Павел вместе с Варнавою прибыл на остров Пав и там проповедовал Слово Господне. И мы там читаем, когда проконсул Сергий был расположен слышать евангельскую весть, то Ильима Волхов противился тому, что говорил апостол Павел. Противился. И апостолу Павлу было нелегко. По всей видимости, это был сильный в противлении человек. И для того, чтобы противостать этому Ильиме, апостолу Павлу нужно было в этот момент исполниться Духа Святого, для того, чтобы поразить его слепотою. И он продолжал проповедовать Евангелие. В Антиохии Пресидийской люди были расположены слушать Слово Господне. И в одну субботу весь город, мы читаем об этом в 13 главе Деяния Святых Апостолов, весь город собрался для того, чтобы слышать Слово Господне. Но мы считаем, иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Нелегко было Павлу. Он даже вынужден был сказать этим людям «Кровь ваша на головах ваших». Отряхнул одежду свою, к язычникам иду. Это такое сильное противление было со стороны иудеев. И апостол Павел испытывал это сопротивление неоднократно. Бог когда-то послал Моисея «Иди, выведи народ Мой в обетованную землю, обещанную еще Аврааму, повелел Бог вывести народ свой, дав повеление Моисею. И Моисей пришел и предстал перед фараона. Он посланник от Бога. Он уже испытал силу Божью в знамениях и чудесах. «Отпусти, народ Мой, совершить жертву Богу нашему», сказал фараон. Но мы считаем в Новом Завете во втором послании апостола Павла к Тимофею, в третьей главе, «Как и Анни, и и Амври противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере». Вот точно так же, как когда-то Моисею противились вот эти волхвы и чарами своими отвращали и фараона, и народ от того, чтобы поверить Слову Господню. Вот так и эти противятся. Это уже люди новозаветного времени противятся апостолу Павлу. Вот как те. А кто стоял за этими волхвами? Что за силы были за ними? Когда такое активное противление Слову Господню. Мы хорошо понимаем, что за этим стоит. Когда Стефан проповедовал, мы читаем его замечательное слово в седьмой главе описано это деяние святых апостолов. Это обличительное слово тем противникам евангельской вести. Жестоковы иные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вот это противление. Благая весть послана для них, и у них сопротивление не хотят принять. Люди противились Христу. И мы знаем, как выражалось это противление, когда проявлялось могущество нашего Господа Иисуса Христа в исцелении больных, в изгнании бесов. А смотрите, какое открытое противление истине Божией, Слову Господню. Не от Бога этот человек. Это так говорили люди именитые. Это не с простого народа. Это книжники, это фарисеи, это первосвященники. Открытое противление нашему Господу. Не от Бога этот человек не хранит субботы. Небес ли в тебе? Это всенародное обвинение. Это противление было. Это их реакция на действия Господа, на Слово Божие, на знамения, на чудеса. Это противление. Кто стоит за этими людьми? Что за власть, что за сила, которая противится евангельской вести? Это противление ощущаем мы через тех или других людей или через общество, через простых ли людей, но озлобленных против евангельской вести или через начальников. Кто за этим стоит? Мы читаем в первом послании апостола Петра в пятой главе. трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш не человек. Дьявол. Вот кто противник. Вот откуда все противление евангельской вести. противник ваш дьявол. И он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он действует через сынов противления. Людей, расположенных к противлению, которые находятся под властью демонов, вот они нам противятся. мы не всегда это можем видеть. Мы больше видим человека. Мы не видим, кто стоит за человеком. Мы это можем ощущать духом, мы это можем понимать. Там реальные силы стоят. Вот это бесовская власть, демоническая власть. Противник наш дьявол. И он постоянно ходит. И он пришел украсть, убить и погубить. Он этим занят всегда. Иисус Христос знал, с какой властью столкнутся его дети, его ученики. И он свою божественную власть дает апостолам. Мы читаем, братья и сестры, такое для нас утешительное, ободряющее слово, вдохновляющее и укрепляющее вере. Лука 10, 19. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вас». Даю вам власть наступать, наступать. Братья дорогие, когда ходит вокруг нас рыкающий лев, желая кого-то поглотить, касаясь тех или других людей, или наших братьев, или сестер, или наши дома, или нашей церкви, мы должны обороняться. Мы не должны быть пассивны, мы должны быть стражами наших домов, чтобы не подкопали дом наш, чтобы не проник туда вор, не расхитил наше имение, не разрушил наши семьи, мы должны оберегать церкви наши от этого страшного противника, мы должны бодрствовать и оборонять наши пределы. Но не только. Мы с вами вовлечены в такую духовную брань, где нельзя только обороняться, надо наступать. Я сегодня буду очень коротко хотя бы говорить об этом. Мы должны встать на оборону, на защиту наших духовных позиций, наших семей, наших церквей, и мы должны наступать. Бог повелел нам делать и то, и другое. То, что сегодня идет реальная духовная брань, мы это понимаем. Смотрите, как об этом сказано в Святом Писании, что война идет не только с нами. Война идет с ангелами и против ангелов, и против Бога. И кто воюет? Ангелы. В небесном мире, невидимом для нас мире, идет война духовная. Там сталкиваются духовные силы, реальные духовные силы, война между ангелов. Мы считаем так. Откровение 12 глава. И произошла на небе война, не на земле. и произошла на небе война. Михаил Архангел и ангелы его. Братья, чувствуете, где идет война? И кто вовлечен в эту битву? Воевали против дракона и ангелов его. И дракон, и ангелы его воевали против них. Вот война, духовная война в духовной сфере. Но не смог дракон, а это дьявол и ангел устоять против Михаила. И низвержен был клеветник братьев наших на землю. В большой ярости на кого он ополчился, против кого он стал вести эту духовную брань войну. мы читаем откровение 12 глава 17 стих и рассверепел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брань с прочими хранящими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа это мы с вами и имеющие свидетельство Господа Иисуса Христа это не те годы ветхозаветных праведников это новозаветный период времени с кем ведет активную борьбу дракон и ангел его с теми кто имеет свидетельство Господа Иисуса Христа братья дорогие я думаю что нам ни в коем случае нельзя забывать что мы ежедневно на духовном поприще идет ежедневная духовная брань и мы с вами должны быть победителями у нас есть прекрасные образы ветхозаветных праведников вот там физические были войны а мы сегодня ведем духовную брань о чем вчера говорил Николай Степанович и он отметил несколько моментов для успешной духовной победы обороны и наступления первое мы должны быть вооружены против этих духов злобы поднебесных нельзя идти невооруженным надо быть хорошо вооруженными это первое я не буду повторять его проповедь мы об этом вчера слышали это люди должны быть воинственные готовые к войне храбрые это второе третье нужна подготовка и главное это уповать на Бога вот эти мысли я отметил вчера из проповеди Николая Степановича я полностью разделяю этот взгляд действительно это должно быть братья дорогие что я подразумеваю когда говорю мы должны оборонять наши позиции нашей семьи нашей церкви и мы должны вести наступательные действия против врага оборона в чем она выражается у нас тоже есть хорошие прообразы Ветхого Завета читаю 2 книги про Липоменон 32 глава 1 и 2 стих после таких дел и верности пришел Синахерим царь Ассирийский и вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе хорошо в царстве Иезекии благочестивый царь дело развивается не было такого вернее как Иезекия благословенное царство бог с ним понравилось это врагу народу господню нет с большой силой пришел царь Синахеримский с большой силой он вступил в Иудею и осадил города бога нашего как мы такой замечательный псалом поем против церкви воздвигнут вал она крепость в кольце блокады вот эта духовная брань а раньше физическая посмотрите на действия Иезекии и ободрился он я читаю дальше и восстановил всю обрушившую стену сразу начал укреплять позиции как только почувствовал враг идет причем который превосходит его во много раз он не бездействует он не просто уповает на бога нет он начинает активно делать что-то братья дорогие мы не просто должны молиться это правильно это необходимо это самое главное но мы должны активно что-то делать и Иезекия благочестивый царь уповающий на бога начинает активно восстанавливать разрушившуюся стену поднял ее до башни и извне построил другую стену дальше читаем и укрепил мило и наготовил множество оружия и щитов будем сражаться будем защищать наши пределы вот его позиция да он будет молиться он будет вопиять к богу он знает что они сильнее есть бог но смотрите как он правильно мыслит и как он правильно действует а потом когда уже и стена сразу же укрепилась и оружие приготовлено он выходит в народ и говорит будьте тверды и мужественны с нами господь бог наш он сам внутри трясется вы знаете его молитву он сам переживает но он выходит на народ и он ободряет их упованием на бога с нами господь бог наш это самое главное но щиты мы приготовили и копья есть и воевать будем вот это оборона и мы знаем каким чудесным образом бог спас языкию и города его он стал на защиту своих городов оборона нового завета я сейчас духовной стороны некоторые моменты рассмотрю смотрите как прекрасно в Иерусалиме множество учеников начали формироваться церкви уже тысячи обращенных и иудеев и язычников и вдруг раз в народе господнем ропот ропот и пошло а из-за чего да на простом казаться бы деле люди продают свои имения отдают апостолам распределяется все но кто-то обделен кто-то обделен и пошло недовольство и загудел народ внутри церковная проблема проник враг посеять внутри раздор сразу же оборонительные позиции со стороны апостолов что делать тут уже не до евангелизации надо сохранять церковь надо наводить порядок апостолы собрались вместе просуждали и избирают исполненных Духа Святого Стефана еще семь человек и ставят на это служение вот это оборонные действия то есть враг проникся раз защитились мудрым решением и усилили свое служение а враг на что нацелил пускай не молятся не проповедуют пускай дерутся пускай разбираются между собою пускай выясняют всевозможные там склоки сплетни что угодно нет нехорошо этим заниматься нам даже материальными вопросами вот эти люди будут этим заниматься а мы пребудем в слове Господнем и в молитвах я думаю что вот это оборонительные действия враг напал апостолы собрались порассуждали приняли мудрые решения и все успокоилось защитили церковь защитили себя братья мы хорошо знаем какое прекрасное настроение у народа Господня антиохийской церкви вот я как раз прочитал тот текст весь город собрался когда-то это в той же самой антиохии писидийской слушали слово Господня там такое обращение было что апостолы когда услышали что весь в антиохии евангельское прозвучало послали туда варнаву и савла и они пришли в антиохию увидели благодать Господа как хорошо в церкви вот так и будьте вот так и будьте пребывайте в благодати Господа идет созидательная работа братья дорогие вот они радуются молятся вот планируют там евангелизацию как-то может быть так вдруг пришли некоторые и раз в церкви не обрежетесь по закону если вы не можете спастись братья вы помните что произошло в церкви там такое разногласие началось что апостол Павел не смог обстановку там умиротворить и варнава это те которые там созидательный труд совершали казалось их должны были беспрекословно послушаться нет написано когда немалое состязание было у Павла и варнавы с этими людьми то есть у них сразу сторонников сколько появилось вот раз забросили мысль такую не сможете спасись а это же принципиальные самые важные вопросы касающиеся учения Господа Иисуса Христа нашего спасения и пошло надо занимать оборонительные позиции что делать и братья принимают мудрое решение пошлем в Иерусалим по постовам делегацию изведанных испытанных послали людей те пошли в Иерусалим изложили проблему приняли решение и написано замечательное послание которое сегодня нас утешает кто же спасется и мы радуемся и вдохновляемся кто сегодня имеет спасение что нам должно делать и что не должно может быть Бог и допустил это чтобы мы послание апостольское прочитали которое потом распространялось по всей галатийской стране братья вот это оборона враг будет нападать неоднократно чтобы посеять сомнения посеять раздор какие-то неприятности мы должны защищать нашу церковь мудрыми решениями с молитвой обращаться к Господу и сохранять наши ряды наше братство сохранять сохранять церкви семьи наши сохранять апостол Павел написал 5 посланий 2 послания Коринфианам 2 послания к Солоникийсам послания Галатам это все послания написаны церквам если есть всеобщее послание личное послание то это послание непосредственно церквам там все по созиданию церкви там все как защищать церковь как противостать в церкви всем и ересям и заблуждениям и всем нечистотам которые могут приходить из мира в основном эти послания направлены на оборонительную позицию сохранения церкви есть послания для всех соборные послания мы их так называем Петра Якова это соборные послания они тоже конечно и для этого ну в основном апостола Павла для созидания церкви для сохранения его послания написаны оборонялся ли Христос я когда прочитывал все эти тексты готовился к этой теме я себе задал вопрос а Христос вел ли оборонительную позицию против врага я пришел к выводу что вел Христос наступал на всю силу вражью он пришел разорить царство тьмы он дал такую власть своим ученикам но на него нападал сатана и нападал очень активно и Христос оборонялся это пример мы читаем в Евангелии Матфея 4 глава слушайте и приступил к нему искуситель приступил он ходил я так представляю вокруг Христа просматривал когда что раз в момент и приступил в этот момент это нападение это нападение это атака сатанинская это он вторгся в Иудею как Синнухерим это образное выражение и мы читаем и сказал если ты Сын Божий вели их камням с ним сделаться хлебами вот это атака смотрите как мудро обороняется наш Господь написано это оборона написано и враг отступил на какое-то мгновение расстрел отступил атака отражена отражена очень конкретно правильно отражена дальше смотрите атака усиливается серьезно усиливается атака если тут написано приступил потом дальше второй шаг читаю потом берет его дьявол это уже серьезнее то подошел приступом а то взял и мы читаем святой город и поставил на крыльях храма это какая-то физическая уже я вообще мне трудно представить эту картину братья мне трудно ее представить берет и ставит это как то же самое меня приехали на собрание раз меня за руки и в машину я помню как я уже в воронке и меня везут в милицию я не сам туда пошел меня взяли и повели и раз я уже на суде и меня поставили один раз меня в 12 часов ночи судили на очередные 15 суток меня взяли и поставили я не пошел здесь смотрите проявляется акт насилия берет его дьявол и ставит бросьте вниз написано ангелам своим заповедует о тебе охраня тебе брось это атака не искушай господа бога твоего это оборона это защита не искушай господа бога твоего дальше читаем опять берет его дьявол и ставит на высокую гору и показывает ему все царства земли это опять атака поклонись все тебе отдам и опять оборона опять защита господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи и написано отошел до времени отошел до времени атаки будут братья дорогие сатана нападал на христа он будет нападать и на нас вы помните восстал сатана на Израиля восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать перепись мысли послал Давид не понял откуда эти мысли кстати любая мысль которая против слова господня она всегда сатаны любая мысль против слова господня всегда сатаны Давид должен был знать что так поступать нельзя но очень хотелось очень военачальник хороший стратег отлично ах как бы знать сколько людей какая большая ошибка а кто за этой ошибкой стоит кто его толкнул восстал сатана на Израиля наверное Давид потом только это понял потом что восстал сатана братья раздор в церкви конфликт в семье в братстве какие-то вопросы пошли разлад нехороший кто за этим стоит дьявол одному внушил другому сказал третьего возбудил и пошло братья дорогие нам надо защищать церкви наши от ереси от потери любви от проникновения мира от раздоров разделения распри превозношения страха греха и тому подобное нам надо защищать наши семьи нам надо защищать наши церкви это оборона не допустить хорошо что мы в братстве нашим эти вопросы рассматриваем и на совете церквей почти каждый раз у нас на совете церквей и вот сейчас несколько дней было совещание как нам молодежь защитить от интернета от беззакония как защитить молодежь как защитить детей наших как защитить учение господа иисуса христа от повреждений это защита мы думаем мы рассуждаем мы молимся мы предпринимаем какие-то меры послания написать решения какие-то принять по церквам дать направление тревогу забить это защита но дьявол будет постоянно против вести нас брань братья дорогие против руководства совета церквей будут вести брань про зипастыри рассеются овсе он хорошо это знает как нам надо усиленно молиться Павел говорит молитесь о нас молитесь народ божий должен усиленно молиться чтобы не были поражены пасторы служители совета церквей присветера в церквах не были поражены чтобы мы были сохранены молиться друг за друга это наша оборона это наша защита и когда мы видим что-то проникает церковь мы сразу же должны четкую позицию занять оборонительную позицию не допустить наши ряды никакого беззакония братья дорогие но церковь не должна жить только обороной это только одна сторона мы должны с вами наступать не просто обороняться по сторонам смотреть с какой стороны сатана к нам подойдет братья дорогие мы с вами призваны наступать даю вам для этого власть вы будете исполнены Духа Святого для того чтобы наступать на всю силу вражью представьте себе как громко сказано на всю силу вражью противостаньте ему твердую веру кому? сатане что с ним произойдет? убежит от вас братья это вообще потрясающе это потрясающе он с ангелами не боится воевать и вдруг Бог дает нам слабым немощным людям власть противостать ему и он убежит в чем выражается наше наступление читаю братья дорогие тоже прообраз Ветхого Завета для нашей духовной брани книга Иисуса Навина первая глава читаю второй стих итак встань и перейди через Орданси ты и весь народ этот всякое место на которое ступят стопы ног ваших я даю вам Бог дал уже обитованную землю он пообещал Авраму но ты вставай переходи Иордан вооруженными переходите берите вашу землю она ваша берите ее во владение и вот вам обетование куда ступите то и ваше вот это наступление братья дорогие это наступление у них уже все отлажено они Иорданом со своими знаменами семьями это великолепное уже было общество не просто выход народа как стада из рабства египетского тут уже нет военачальники скиния каждый по своим коленам по своим племенам по своим родам это такая организация когда Валак увидел у него колени затряслись вот они шатры стоят это обученные войску уже готовые к военным действиям а теперь встань и переходи через Иордан и наступай условия для победы Иисус не забудь условия для победы какие будь тверд и мужествен не страшись и не ужасайся Бог его ободряет да Иисус навин это закаленный воин чего ему бояться не страшись и не ужасайся ты будь тверд и мужествен кстати братья дорогие такой должен быть каждый пресвитер каждый благовестник каждый начальник поставленный на дело Божие он должен быть твердым и мужественным будь тверд и мужествен мы знаем Иисуса Навина от юности он не боялся сыноков инаковых он тогда еще говорил сорок лет назад они достанутся нам на съедение не бойтесь их это он так народу Господнему говорил а теперь он мужественный воин он уже в преклонных годах но он закаленный человек опытный мудрый а Бог ему говорит не бойся Иисус Навин не бойся будь мужественный это вот условия для того чтобы была победа братья дорогие я перевожу теперь на духовный опыт апостолов на повеление нашего Господа Иисуса Христа в духовном плане то были прообразы для нас мы считаем Евангелие от Матфея 28 глава идите и научите все народы встаньте идите Бог послал нас в этот мир как он послал когда-то Иисуса Навина встань перед Иордан берите землю а вам теперь вся земля вся земля для посланников Нового Завета абсолютно вся земля вы будете идти проповедовать до края земли это повеление Господа апостолам и они пошли написано при содействии Господа и знамения творили и чудеса пошли вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями начиная с Иерусалима вот здесь началась наступательная духовная война на пределы на пределы того кто сказал мое все мое все вот началось наступление и апостолы пошли и мы видим братья дорогие какой успех как начало распространяться слово Господне мы читаем в Деянии Святых Апостолов Деяния это 10 глава он послал сынам Израилевым слово это 36 стих благовествуя мир через Иисуса Христа сеять Господь всех послал слово через Иисуса Христа Бог послал благовествуя мир это слово будет распространено везде а теперь наш Господь Иисус Христос смотрите как проповедует Петр 10 глава это 42 стих он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых он нам повелел что мы и делаем мы проповедуем Господа Иисуса Христа это наступление братья дорогие проповедь Евангелия это наступление наступать это печатать Библии и духовную литературу наступать это вместе с нашими братьями дорогими которые содействуют нашему братству распространять Евангелие приобретать технику для благовестия миссионеров содержать увеличивать штат миссионеров молитвенные дома строить развивать отделы благовестия МХО детское служение молодежную работу развивать это все наступление братья это все наступление и самое главное проповедовать Евангелие Бог послав нас он произнес такие слова я хочу прочитать несколько текстов Святого Писания ободряющие слова я с вами это он послав нам сказал я с вами до какого места до какого дня до скончания века я с вами братья дорогие мне даже кажется это ближе это более фундаментально может быть то что слышал даже Иисус Навин я с тобой я с вами это говорит тот у которого вся власть дана мне всякая власть на небе и на земле я с вами братья и сестры нам ангелы не будут представляться не будут они не будут нас ободрять они не будут появляться как когда-то перед Моисеем Иисусом Навином перед Авраамом нам так ангелы не будут являться нам явился Иисус Христос и у нас Дух Святой это гораздо эффективнее это гораздо ближе это гораздо больше того что испытывали праведники Ветхого Завета Господь апостолу Павлу говорит не бойся не бойся не бойся говори и не умолкай братья дорогие я не представляю апостола Павла человека боящимся для меня это мужественный человек который не боится смерти не боится страданий так представляется но почему апостолу Павлу Бог говорит не бойся Павел не бойся я с тобой у меня много людей в этом городе братья дорогие и милые а я думаю апостолу Павлу есть чего бояться я так думаю и я на его месте бы наверное это ощущал его только что камнями побили без надежды что он останется живой он испытал боль страдания его тело раздиралось этими булыжниками которые влетели в него его уже неоднократно били его будут бить палками только три раза у него все тело в язвах от побоев есть чего бояться вы знаете когда очередное собрание и меня арестовывают да может быть побьют может быть может быть убьют но это навряд ли по дороге может быть это в то время в советское время ну штраф ну там 15 ну 5 лет ты получишь а потом еще один срок а потом еще как наши братья испытывали нет никакого страха совершенно абсолютная радость и нет братья вот меня забрали на очередные сутки а я в страхе в переживании а что там с делом божиим а как там это как семья и знаете что-то испытывается такое абсолютная радость да нет братья я неоднократно испытывал чувство страха я вам признаюсь неоднократно испытывал чувство страха может быть кто-то никогда не испытывал я испытывал братья дорогие и я думаю что даже самые сильные люди праведники испытывали это чувство ведь бог не просто так говорит Авраам не бойся для чего это ободрение да я не боюсь господи Авраам не бойся Авраам не говорит я не боюсь вы посмотрите в Ветхом Завете сколько таких моментов 26 глава где Яков не бойся идти в Египет а наверное страшновато было не бойся ведь это бог не на пустом месте говорит он видать увидел о чем размышляет Яков и Яков не бойся я тебя туда приведу я тебя выведу своими руками Давиду Иоаннафан говорит а Давид вообще мужественный человек ни медведей не боялся ни льва не боялся слышали по-моему вчера эта мысль прозвучала не бойся Давид ибо не найдет тебя рука отца моего не бойся наверное видел что Давиду но как бы сказать страшновато а ведь он не просто так убежал как написано и убежал Давид а почему убежал а почему он у Анхуса оказался наверное все таки было страшновато эх найдет меня когда-нибудь Саул это что а там где-то в сердце страшок я не хочу унизить Давида но я просто хочу сказать братья дорогие даже очень смелые люди могут его испытывать и я тоже и наверное и вы Даниилу Бог говорит не бойся Даниил через ангела не бойся Даниил и Даниил оказывается может испытывать страх Захария Лука 1 глава не бойся только веруй не бойся так неоднократно говорил наш Господь чувство страха испытывают братья дорогие даже самые благочестивые люди которые под особым надзором Божьим находятся вот я так делаю вывод читай Евангелие от Луки 2 глава услышав же что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего убоялся туда идти но получив во сне откровение пошел и поселился в Галилее это кто Иосиф и Мария страшновато еще наверное крик в ушах вопль детей убиенных один спасся а теперь Господь говорит возвращайся а ему страшновато и убоялся туда идти и Бог не осудил его за это я задал себе вопрос а испытывал ли Христос чувство страха испытывал ли но я испытываю и вы может быть тоже а испытывал ли Христос а ну то что написано о Христе душа моя скорбит смертельно да он это испытывал скорбь испытывал ли он боль как человек испытывал голодал ли он голодал нет сомнения жаждал ли жаждал это он все испытывал а страх братья я ничего не хочу утверждать ничего не говорить не могу но мне не совсем может быть до конца понятен текст мы читаем Евангелие от Марка это единственный текст Евангелие от Марка 14 глава 33 стих и взяв с собой Петра Иакова Иоанна начал ужасаться и тосковать трудно объяснить братья но как бы сказать что Христос чего-то боялся как бы как может бояться но чувство голода испытывал душа скорбела а ангел для чего посланный с неба написано ангел с неба укреплял его укреплял вот эта борьба вот непосильная это страшная борьба в Гефсиманском саду сколько я прочитал проповеди сколько я толкований читал сколько я проповедил на эту тему до конца не поймешь вот этой борьбы в Гефсиманском саду душа моя скорбит смертельно он начал ужасаться тосковать начал это наш Господь Иисус Христос и нужен был ангел Господень братья дорогие я думаю что мы этого никогда не испытаем я думаю мы не испытаем то что испытал Христос нас так не будет мучить ну голову может быть отрубят кому-то может быть но как Христа мучили навряд ли нас могут или будут мучить навряд ли но Бог нам даст по мере наших искушений в которых мы вдруг окажемся силу я с вами я сегодня хочу сказать дорогие братья борьба не будет остановлена война будет идти постоянно нам надо оберегать наши позиции данные нам Богом и нам надо наступать наступать и у нас есть сила кто-нибудь из нас пострадает братья дорогие пострадают некоторых из вас умертвят вот на этой брани как гибли братья в ветхом завете некоторых из вас умертвят вот дьявол будет из среды вас ввергать в темницу кто это будет делать дьявол каким образом через своих людей он будет ввергать вас в темницу вы будете наступать он будет тоже оборонять свои позиции он тоже будет вести войну с нами он просто так не уступит братья милые не уступит На него надо решительно наступать. Властью Господа, силой Божией, Его присутствием. Но мы должны быть вооружены. У нас должно быть Слово Господнее. Поэтому я и говорю, что нам надо развивать дело Божие. И библейскую школу развивать. И знания передавать братьям. И вырастить поколения способнее, чем мы. Больше любящие Бога, лучше знающие Писание, способные к войне. И способные оборонять наши позиции. Братья и дорогие, обетование Господа с нами. Его Слово. Он обещал быть с нами. И Он говорит, не бойся. Братья и дорогие, я вам хочу сказать еще последнюю мысль. Простите, я и так уже затянул. Вот вчера снова постановление пришло. Борьба идет за этот молитвенный дом. Кто восстал? Кто восстал на молитвенный дом? Столько лет здесь собраний есть. Казалось бы, люди, не люди восстали. Не люди. Там стоят эти силы. И они возбуждают людей. Сделать зло. Какая наша оборона? Какая наша оборона? Как один встать? На защиту дома. Тулы, Архангельска и других мест. Как один? В чем наша оборона выражается? Молитва, пост и наши ходатайства. Вот наши братья из-за рубежа. Они нам помогают. Это оборона, братья. Защитить молитвенный дом. Встать на защиту. Я даже когда был в Архангельске, я там пропадал и говорю, братья дорогие, милые, мы встанем на защиту. Мы сейчас совершим молитву. У нас там 20 пресветеров вышло. Мы руки подняли к небу. Господи, защите молитвенный дом. Но если его разрушат, это не значит, мы проиграли. Вот наша позиция. Если молитвенный дом в Архангельске разрушат, это не значит, что мы поиграли. Победа. Я вас уверяю, будет победа. Они сожгли молитвенный дом. Первый. Потом пришел священник и говорит, зря мы это сделали. Вы тут каменный построили. Братья дорогие, другой будет. Но отнимут, конфискуют молитвенный дом в Туле. Что церковь перестанет существовать? Братья милые, да может быть нам так и надо, пока без дома побыть. Церковь-то не уничтожишь. Это победа. Расхищение имения, как приняли? С радостью. Хотите расхитить наше имение? Церковь не уничтожите. Пойдем в наступление. Пойдем проповедовать Евангелие. Смотрите, сатана напал. В великое гонение произошло. Это нападок на церковь. А рассеявшиеся ходили, благорестовали. Успех. Братья, ну нам тут только единую позицию занимать. Бесстрашную позицию. Мудрую. Но обороняться мы все равно будем. Это наше ходатайство. Так вот, я хочу сказать, братья дорогие, о чем мы вчера с Александром Александровичем беседовали. Слушайте, у нас 2723 церкви в нашем братстве. В 14-м году только 519 церквей ходатайствовало по всем обращениям, которые были о гонениях. Одна треть. Ходатайствовало. У нас плохая оборона, братья. У нас оборона слабая. Мы потеряем кого-то. Мы не встали как одно. Не встали, братья, на защиту. Только часть людей пишет обращения. А мы же знаем, какая помощь Казахстану, Узбекистану по нашим обращениям. 15-й год. 510 церквей. Еще меньше. 16-й год. 398 церквей. Остальные не ходатайствуют. Братья, мы начнем терять. Мы начнем терять. У нас слабая оборонительная позиция. Если мы сейчас все крупномасштабно не встанем на защиту Тулы, Архангельска, других мест, мы что-то потеряем. Нет, это не значит поражение. Просто нам страдать придется больше. Евангелизация пострадает, братья. А нам надо наступать. Оборониться. И нам надо наступать. Расширять пределы благовестия. Нам сегодня запрещают совершать миссионерское служение. И мы сейчас думаем, как оборониться. Да, надо думать. Братья, и не только обороняться от этих законов, а наступать на эти законы. И я говорил везде, братья, на деле заступничества, на всех конференцах. Я говорю, братья, дорогие и милые, на судах нам надо говорить. Мы проповедуем Евангелие. Уважаемые судьбы, мы вас любим. Мы любим всех людей. Мы будем проповедовать. Вы нас оштрафуете? Я прямо здесь буду проповедовать. И выйду еще буду проповедовать. Я к этому призван. Я не боюсь. Судите. Штрафуйте. Можете сразу же два штрафа наложить. Знайте, что я и завтра буду проповедовать Евангелие. Я в ваш город приехал спасать пьяниц, наркоманов спасать, людей, у которых семьи развалены. Я проповедую Евангелие. Вы мне хотите запретить? Бесполезно. Бесполезно. Вот такими они должны нас видеть на судах, братья, дорогие. Мы будем проповедовать Евангелие везде. Написано, при Господнем содействии. Вы посмотрите, как враг побежит, братья. Как только мы начнем вот такую занимать позицию. Когда мы начинаем уповать на законы, доказывать, вот вы нарушили этот закон свой, вы нам мешаете, братья. Это все холостой выстрел. Они хорошо знают, как они нарушают законы. Можно на них сильно не ссылаться на эти законы. Мы это и с юридической стороны сделаем, когда составляем ходатайство по линии братства. У нас есть юристы, они нам подскажут, как написать. Но на судах мы должны занимать четкую позицию. Проповедовали и будем проповедовать. Мы к этому призваны. Мы в советское время так говорили. В советское время. Братья, давайте и сейчас так скажем. Безбоязненно скажем. Мы посланники Иисуса Христа. Вы посмотрите, как выставали иудеи против Павла. И он проповедовал. И Бог его ободрял. Говори, не умолкай. Вот это наша позиция. Братья милые. Поэтому я хочу всех ободрить. Словом Господнем. Бог с нами. Не бойтесь. Не ужасайтесь. Уже в Российской Федерации мы не заплатили. Нас оштрафовали уже на 200 тысяч рублей. Казахстан, Узбекистан, теперь Россия. 200 тысяч рублей уже штрафов. Висит на наших братьев. Да, это по России. За Казахстан там уже говорить нечего. Там все в долларах очень большие суммы. Братья дорогие. Но сейчас мы к этому идем. Наша позиция, братья, мы ее везде говорим. Штрафы мы не платим. Штрафы мы в советское время не платили. У нас конфисковывали имущество. Конфисковывайте. Штрафы мы не платим. Мы себя виновными не признаем. Мы воинство Господа Иисуса Христа проповедовали вчера и позавчера. И завтра будем это делать. Вот это наша позиция, братья. И Бог будет с нами. Благослови всех, Господь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Вам нравится. Субтитры создавал DimaTorzok